Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами анализируем состав кавошинг-бальзама для мытья сухих волос в линейке NanoOrganic. Кавошинг-бальзамы, обращаю внимание, это не средство два в одном, это не шампунь-кондиционер, это именно альтернатива шампуню. То есть после кавошинг-бальзама на длину волос вы наносите обязательно привычный кондиционер, бальзам или маску. Чем характерна рецептура кавошингов, чем она принципиально отличается и от шампуней, и от других бальзамов-кондиционеров? От шампуней принципиально кавошинг отличается тем, что в кавошинге не бывает анионных пав, и там общая концентрация мягких павов, в данном случае это глюкозит жирных кислот кокосового масла, то есть пав, полученный из глюкозы и кокосового масла, общая концентрация павов в 3-4-5 раз меньше, чем в шампунях. Кавошинг-бальзам нельзя применять как обычный шампунь, нанесли на волосы, быстро вспенили и смыли. У кавошинг-бальзама, обратите внимание, другой алгоритм применения для того, чтобы максимально раскрыть его преимущества. Кавошинг-бальзам находится на волосах порядка 5 минут, не меньше, и минуты 3-4 сначала с кавошингом массируется прикорневая зона, волосы надо мочить очень сильно, вот прямо, чтобы вода стекала. Кавошинг-бальзам наносится достаточно много, 1-2 столовые ложки в зависимости от длины волос. Сначала на прикорневую зону и кожу головы и минуты 3-4 массируется эта зона под очками пальцев, затем получившаяся легкая пенка, там даже не пена как таковая, а получается что-то типа взбитой сметанки на волосах. Вот эта образовавшаяся сметанка протягивается по длине и оставляется еще на 2-3 минуты. Можно при этом помассировать деликатно длину, прикорневую зону. То есть суммарно у нас количество пауф рассчитано на то, здесь получается, видите, катионный пауф, которого совсем-совсем немножко, здесь у полтора процента. Дисти араилы цилдимониум хлорид, очень мягкий, один из самых мягких катионных пауф, единственный, который разрешен космосом и кассертом. Например, в кавошингах нельзя использовать более жесткие катионные пауфы, это цилдимониум хлорид, лаурдимониум хлорид. А вот как раз небольшое количество мягкого катионного плюс в 3-4 раза меньше, чем в шампунях, количество неоногенного пауфа обеспечивает очень интересный эффект. Это обеспечивает возможность при мытье волос сохранять кутикулу неразрыхленной. То есть вот эта небольшая добавка катионного пауфа позволяет чешуйкам кутикулы оставаться прижатыми к стволу волоса во время мытья. И это крайне важно для сухих и тем более поврежденных волос, потому что у нас тогда сохраняется достаточная герметичность кутикулы, и глубокие слои волоса, прежде всего кортекс, который несет на себе всю механическую прочность, гораздо-гораздо меньше набухают от воды с растворенными в ней всякими моющими веществами, когда мы моем голову. То есть вот эта вот связка нам позволяет при мытье длины волос резко улучшить защитные свойства кутикулы, снизить набухание от воды с растворенными в ней павами кортекса и тем самым значительно во много раз уменьшить вот это микроповреждение волос при мытье. Сейчас пробежимся в целом по составу, потом подробнее остановлюсь на том, что мы получаем при использовании кавошинга, когда мы переходим, особенно при поврежденных волосах, на мытье головы кавошинга. Итак, вначале у нас идут целый комплекс экстрактов, причем, учитывая, что кавошинг у нас касается кожи головы, мы массируем кожу головы с ним в течение нескольких минут, экстракты здесь уже выполняют нормальную функциональную роль. Тот же, например, хвощ, он содержит биодоступный кремний, кремниевую кислоту, которая усиливает белковый синтез, алоэ увлажняет и снижает воспаление, улучшает состояние кожи сухой, у нас часто с сухими волосами идут, идет в комплексе кожи головы, достаточно чувствительная и тоже склонная к сухости и шелушениям. Цветки липы туда же, готу колу улучшает микроциркуляцию, то есть в ситуации правильного использования кавошинга мы полезные свойства экстрактов уже раскрываем. Цитиориловый спирт и витамин F – это у нас компоненты жировой фазы. Цитиориловый спирт формирует структуру самого кавошинга. Витамин F и маслоорганы – это прежде всего те жировые компоненты, которые образуют защитную гидрофобизирующую пленочку на кутикуле и, во-первых, помогают сухим волосам удерживать достаточное количество влаги внутри при высыхании, потому что у сухих волос, так же как у поврежденных, есть две проблемы. При мытье они набухают от воды сильнее, чем нужно, при высыхании они высыхают тоже сильнее, чем нужно. Как только у нас процент влаги в волосе уходит ниже, вот этой нижней границы оптимума, у нас волосы становятся хрупкими и могут легко обламываться. Натуральный лицетин чем хорош? Он хорош тем, что очень близок по составу натуральному кожному себуму, который склеивает чешуйки кутикулы и обеспечивает герметичность. Поэтому использование натурального лицетина лучше в плане восстановления свойств кутикулы защитных, чем, например, использование натуральных масел. То есть масла здесь несут больше покровную поверхностную защитную функцию, потому что имеют достаточно большой размер молекулы, они просто не успевают проникнуть между чешуйками кутикулы за то короткое время, которое кавошинг находится на волосах. Из влагоудерживающих компонентов, которые, опять же, помогают удерживать влагу в сухих волосах, это пребиотик сорбитол, провитамин В5. Причем, учитывая, что кавошинг касается кожи головы, то и пребиотик, и пантенол, который уменьшает воспаление и чувствительность, будут свои свойства раскрывать, потому что кожа головы, они в течение нескольких минут касаются, это достаточное время, чтобы подействовать. Молочная кислота и увлажнитель, и корректор ПАЖ. Корректором ПАЖ также являются лимонная и янтарная кислота, и витамин С. Но витамин С выполняет еще и функцию антиоксиданта, стабилизатора рецептуры, в синергизме с витамином Е и витамином А. Витамина А здесь совсем чуть-чуть добавлена, исключительно как антиоксидант, синергист к витаминам Е и С для того, чтобы стабилизировать саму рецептуру. Использованы натуральные консерванты кассертовские, натуральные пищевые ароматизаторы и все, по составу мы с вами полностью пробежались. Что мы с вами получаем в результате? В результате получается система сверхмягкого очищения сухих и умеренно поврежденных волос, которая очень-очень быстро вытаскивает волосы в значительно более хорошее состояние по длине, если правильно использовать кавошек. В чем это выражается? Это выражается в том, что, во-первых, исчезает эффект мочалки у сильно поврежденных волос, волосы становятся более плотные, гладкие, лежат в прическе лучше. Если волосы склонны к излишней пушистости или волосы, например, вьются, то мытье кавошингом их структурирует, убирает вот эту излишнюю пушистость. При регулярном применении кавошинга кончики волос перестают сечься. Почему? Потому что что такое секущиеся кончики волос? Это когда у нас на кончике волоса кутикула стала очень-очень тонкой, то есть вместо положенных, например, 4-8 слоев кутикулы осталось там 1, 2, 3 слоя. Естественно, защитные свойства у нее потеряны практически полностью. В некоторых местах на кончике волоса у нас кутикула полностью отсутствует. И у нас кортекс, вот эти волокна кортекса, которые в норме имеют поперечные десульфидные связи, которые создают в результате очень прочную вот эту поперечно-связанную волокнистую структуру, разрушаются вот эти поперечные связи, и кортекс начинает прямо расслаиваться. Если мы переходим на мытье ковошингом, то у нас значительно снижается микроповреждение при мытье волос. А мы очень недооцениваем вот это вроде бы небольшое такое микроповреждение при каждом мытье, но оно есть. А моем голову мы с вами в среднем не реже 2-3 раз в неделю. В году у нас, ну, 152 недели, по-моему, 150 с копейками, это получается в среднем 400-450 раз за год помыли, чтобы волосы отросли по длине до плеч, например, ну, чуть ниже, сантиметров 30, чтобы была длина. Это нужно в среднем 2,5-3 года, и того мы с вами получаем, что мы примерно 1000-1200 раз помыли голову за это время. Вот просто благодаря вот такой регулярности вот эти микроповреждения при мытье волос и даже просто гидростресс для волос, это вот ситуация, когда мы сначала волосы намочили, они набухли от воды, а потом высыхают и сжимаются. Вот это вот гидроповреждение волос, оно присутствует и накапливается с течением времени. И поэтому даже изначально здоровые волосы, которые не подвергались окраске, химической завивке, при отрастании именно по длине, когда волосы длинные, все равно становятся умеренно поврежденными. Просто накапливается повреждение от ультрафиолета, гидроповреждение при мытье волос. И когда мы переходим на мытье волос с кавошингом и, соответственно, сохраняем во многом герметичность кутикулового время мытья, то структура волоса просто по принципу не повредит. Мы внешне это видим, что она улучшается. На самом деле полноценно восстановить сильно поврежденную структуру невозможно, но за счет того, что мы убрали повреждения при мытье, а при этом остаются такие протезирующие функции от компонентов, бальзамов, масок, несмывашек, то структура волос улучшается очень-очень разительно. Это видно через месяц использования очень хорошо. Поэтому попробуйте ради интереса просто при умеренно поврежденных или сухих волосах по длине перейти на мытье кавошингом и просто засечь время, через месяц сравнить структуру волос. Причем кавошинг можно использовать даже при достаточно жирной коже головы. Я уже говорила, здесь есть два лайфхака. Первый – это комбинированное мытье, когда вы на кожу головы наносите шампунь, а на длину кавошинг. И второй – это просто более длительный, деликатный массаж прикорневой зоны. Если вы прикорневую зону с кавошингом будете массировать минут 5, она у вас хорошо промоется, даже если прикорневая зона склонна к жирности. На сегодня пока все. Всем отличного дня!